Здравствуйте, дорогие мои, как ваши настроения? Моя невестка говорит, давай сладкое поставлю, фрукты поставлю, говорит, надо худеть, хватит мне кормить, скоро у нас свадьба, я еще не худела так, как я хочу, я хочу похудеть хорошо. Ну, в общем, что хочу сказать, пьем кофе, общаемся. Вот эти цветочки я украла, эти цветочки, когда я вижу, всегда напоминают мою маму, по-армянски он называется пиперт, а по-русски цвета, не знаю, короче, вот сейчас наши подписчики скажут, но я была в одном магазине, я говорю, эти цветы можно украсть, а можно, что вы ломаете, поставьте там, чтобы я украла, она говорит, хорошо, сейчас сделаю, смотрите, какая она шикарная, листья только смотрю, и все, как будто я мою маму лицо вижу, вот такое у меня ощущение, моя мама тоже всегда очень много цветей дома держала, а уже вот, смотрите, корни пустила, уже надо, можно спокойно посадить. Вот такое тоже, никогда не забивайте, а сегодня еще такой день у нас, всегда надо вспоминать тех, которые нету, дорогие мои. Я всегда читаю, когда вы не вспоминаете взрослыми, не даете имена дома, те, которые их нету, они умирают, а чтобы вечно, чтобы они жили, надо всегда их вспоминать, дома говорить, чтобы дети вспомнили, знали, и как бы они вечно живут, пока мы еще живем. Так что всем, Царство Небесное, кто нету, и всем советую, всегда вспоминайте, хоть год раз, два раза, но я часто, конечно, вспоминаю, несмотря на то, что любим, не любим своих, всегда надо вспоминать. Всем, Царство Небесное, кто нету с нами сегодня. Погода даже плачет, погода даже как Пасха всегда дает знак, что сегодня такой день. Я всегда читаю, когда не будешь уважать взрослым, так же тебе не будет уважать своих детей. Всем советую, всех женам, уважайте ваших мужчин, которые ценятся, родителям, чтобы вы тоже стали такой, как вы хотите, чтобы к вам, с вами и так относились. Так что всем хочу желать хороший день, хорошей память, хорошего жизни, хорошей настроения. Но кому-то получается, кому-то не получается, но я от души всем желаю хорошей темы, хорошего настроения, дорогие мои. А мы сейчас кофе попьем, а может быть, что-нибудь еще попечем или что-нибудь готовим. Дома все есть. Можно диете. Для детей, что ли, можно? Вот так. Да я для себя не думаю, для меня и салата хватит. Ну, а дети туда-сюда, бабуля, что есть, бабуля, это хочу, мама, это хочу. Всем хорошего дня и хорошего настроения, дорогие мои. Я вас очень люблю, я всегда с вами. Дорогие мои, посмотрите, какое масло я пользую. Настоящий, домашний, свежий масло, дорогие мои. Дети хотели яичницу помидоров, а вот поставила бабуля сделать яичницу. Вот уже поставила. Сейчас крышку закроем, не забываем, что перец обязательно нужна, зелень, больше ничего. И яйцо. Все. Начинаем наше кулинарное шоу. Пока будем готовить мои любимые фрегу. Дорогие мои, готовьте с любовью. помидоров заводев уже готов сегодня супчик уже готова сейчас мы я буду делать лапшу или получать дорогие все крышка закрываю и выключаю хочу вам сказать дорогие мои яичницу сделала на домашнем масле который я делала кто не видела youtube канале все есть как я делала с чего я что получаю я оставлю ссылочку еще раз посмотреть youtube канале сегодня у меня внуки приехали дети много готовила много салатики а еще клубника очень много у нас было смотрите с сахаром делала дома пахнет аромат и необыкновенно свежий натуральный сделали салатку снятина сейчас буду мешать посолила поперчила здесь все то что создал цветочка близко снимите смотрите только у нас сыра здесь нету солила поперчила здесь вот как это называется свет забыла спаржа спаржа вкуснятина сейчас еще сыра кинем да и спаржа обжарила до спаржа обжарила горюк сюда помидорчик огурчики салатики редиска перец руками брокколи все брокколи тоже чуть-чуть варила с алюми водой и она все вкуснятина сейчас посмотри как ароматчик покушает владельники мацун и много а вот сделала вот так поставлю до утра будет хамат с мацун но как творожный мацун у нас называется хамат с мацун дети любят тверденький как сметана только мацун намажешь и кушаешь очень вкусно красота а это мята очень много дома я вот поставила посушить сегодня такой книгу чар делали холодильники холодильник чистили вот то что нужно было мацун и вот лишнее было вот всяких а вот салатики делала голубничку сделали свежее с утром это очень вкусно с творогом очень много сделали день прошел незаметно внуки приехали дети приехали готовили намного все получила вкусно и приятно